Глеб Мещеряков Пока я изучал возрожденную True Crime в далеком и теплом Гонконге, Максим и компания готовили для вас давно обещанные видео итоги года, так что вы, думаю, простите нам очередную небольшую задержку. Ну а сейчас мы задерживаться, пожалуй, не станем и сразу перейдем к делу. Начнем мы сегодня с этакого особого анонса. Совсем скоро состоится грандиозный финал конкурса, оставить который без внимания мы ну никак не можем. Мисс Геймер 2 завершится 2 марта в московском клубе Бархат в 20.00. Если кто вдруг не в курсе, Мисс Геймер это такой фестиваль игровой красоты для задрот... для игроков. Там вы найдете как следует отобранных представительниц, каждая из которых олицетворяет конкретную игру. Все они не модели, а геймерши в натуральную, так сказать, величину. Любительницы видеоигр, да и просто веселые девчонки. Для тех же, кого девушки не интерес... для хардкорных игроков, на мероприятии найдутся, собственно, игры, розыгрыши и хорошее настроение. Короче, все как полагается. Организаторами конкурса выступает коллектив сайта Gamer.ru, где вы с легкостью можете найти более подробную информацию. А на самом мероприятии без труда обнаружите даже нас сами. Неужто мы такое пропустим? Хотя я-то как раз, возможно, и пропущу, но кто-то по-любому будет. Будет-будет. А может, даже новую порцию доносов запишем. Кто знает, имейте в виду. Ну, а мы переключаемся на индустриальные события. За минувшие две недели случилось немало интересного, но мы уделим внимание лишь наиболее заметным и значимым случаям. К ним стоит отнести забавный случай с Ориджином, Батлофилдом, Батлологом и прочими батлосоставляющими. Как недавно стало известно, вероломные читеры и хакеры таки одолели преграды системы Панкбастер и даже ухитрились заставить ее атаковать ни в чем не повинных граждан. Добропорядочные игроки схлопотали быстрые баны обвинения в читерстве под громкий хохот подлых злодеев, а DICE пришлось извиняться и оправдываться. Но в пользу разработчиков стоит отметить, что инциденту было уделено пристальное внимание, да и по результатам расследования разработчики пришли к выводу, что подобные ситуации нуждаются в особом человеческом контроле. Потому на сайте и появилась вакансия администратора по античитам. Ну, это разве что только в пользу DICE. А вообще, с защитой у Electronic Arts ситуация, надо признать, плачевная. В то время как Steam по-прежнему держится под речком, а уж аккаунты там угоняют только у самых доверчивых и недальновидных граждан, Origin демонстрирует просто невероятные пробелы в структуре и бьет рекорды по количеству дыр в обороне. К примеру, после стрима по Battlefield 3 с Сашей Кост в понедельник, Константин Т. героически лишился своего аккаунта, не засветив никакой объективно-критической информацией. Ну, так же не бывает. Что-то он должен был сделать, с чем-то вызвать такую бурную реакцию. Ну, вот как оказалось, чтобы лишиться своего аккаунта, достаточно назвать малолетнего долб***ба малолетним долб***бом, а также, помимо логина, засветить какую-нибудь совершенно рядовую информацию. Какую именно, мы, пожалуй, не скажем. Однако факт в том, что ломать почту, исхитряться социальной инженерией и даже выяснять девичью фамилию матери совершенно ни к чему. С другой стороны, доблестная техническая поддержка настолько доблестна, что приветливо работает сутки напролёт и принимает все необходимые меры для всестороннего ограждения аккаунта, чем они Константина и порадовали. Так что, пользуясь случаем, передаём большой привет тому малолетнему долб***бу и сообщаем, что он по-прежнему малолетний долб***б. Ну ладно, хватит уже продолб*** его. Да не вопрос. Ты вообще едва с китайского самолёта, все, небось, заждались. Поделись уже какой-нибудь инсайдерской информацией. Ну, или хотя бы впечатлениями. Как он в целом? Гонконг-то? Наконец-то, а то всё о какой-то херне непонятной говорим. Гонконг всецело изумителен во всех своих проявлениях. Может быть, конечно, это обусловлено очень хорошим сценарием моего там пребывания, но впечатляло буквально всё, от таксистов до шлюх. Шлюхи входили в сценарий? Это ещё мягко говоря. Распространяться особо не буду, этой поездке мне ещё предстоит посвятить отдельный видеоматериал, но если вкратце, это лучший и однозначно самый продуманный пресс-тур на моей, да и не только на моей памяти. Я в восторге и никак иначе. Ладно, так и быть, подождём твой опус. Только про шлюх не забудь подробнее. Однако сейчас-то, ну, хоть пару слов об игре скажи. Чего ты там узрел-то вообще? А узрел и даже попробовал собственными руками я там не что иное, как Sleeping Dogs. Это вообще что? А это в девичестве True Crime Гонконг, которая почти испустила дух под гнётом Activision, но была вовремя спасена Square Enix и довольно успешно реанимирована. Выглядит всё на данном этапе не менее бодро, чем броский трейлер с живыми актёрами, да и антураж выдержан изумительно. Гонконг в игре пугающе похож на себя самого, это я теперь авторитетно могу заявить. Это вдохновляет. Ну ладно уж, тогда оставь вкусные подробности для развернутого видео превью. Да якобы особо пока и не могу распространяться, ибо подписал особую бумажку. Скажу только, что проект Sleeping Dogs выглядит весьма занятно, и что мы ещё вернёмся к нему и не раз. А пока давай вернёмся к не менее глобальным событиям. Тут ведь совсем недавно провали... состоялся грандиозный флешмоб во благо Half-Life 3. Вот ты ждёшь Half-Life 3? Тоже её не ждёт. Хреново ждёшь. Вот кто реально ждёт, они в назначенный день и назначенный час сговорились на полчаса вторую часть запустить, чтобы изрядно её в списке самых популярных наименований Steam поднять и привлечь тем самым внимание разработчиков. Надеялись, что увидев такую бешеную активность, Гейб сжалится и выкатит пресс-релиз о судьбе долгожданного продолжения. Принять участие в этом флешмобе обещали более 50 тысяч фанатов, подписавшихся в Фейсбуке и разных прочих сообществах. Но в конечном итоге было зафиксировано немногим больше 13 тысяч игроков, что хоть и неплохо, но в масштабах замысла равноценно полному провалу. Стоит ли говорить, что ничего путного из этого не вышло? Поиграли ребятки и разошлись. Ну, мне вообще здравый смысл подсказывает, что в случае с Half-Life какая бы то ни была популярность игры в Steam для разработчиков вообще не аргумент. Успокойтесь уже, друзья. Вариантов-то всего два. Игру либо делают, либо нет. Если делают, то своевременно все детали обязательно нам выкатят, а если нет, то лучше и не знать об этом вовсе. Справедливо. Короче, провалившееся событие такого рода вообще толком не событие. У меня вот перед глазами поинтереснее есть новость. В первую очередь для оценителей хардкора и масс-эффект. Для Кости, иными словами. Пожалуй. Хотя какой он нахрен хардкорщик. В общем, ведущий дизайнер третьей части Престон Ватерманюк разразился тут заявлением, что безумный режим сложности в игре станет в кой-то веке по-настоящему безумным. И до невозможности сложным. Если верить его словам, от самых рисковых фанатов потребуется богатырская выдержка, вдумчивость и тактика. Придется чуть ли не часами размышлять над подбором экипировки и вообще уйму времени тратить на тщательную подготовку к каждой миссии. А в ходе боевых действий безукоризненно управлять отрядом, потому что любая тактическая ошибка может стоить жизни всей компании лучезарного, как бы сказал Костя, Шепарда. Ох, и нелегко ж придется самым ярым поклонникам. А тут еще Майк Гэмбелл, ну который продюсер, между делом отмечает, что финал трилогии хоть и даст ответы на все вопросы, но рискует понравиться далеко не всем. Помнится, что-то такое говорили создатели сериала остаться в живых, аккурат перед премьерой заключительной серии. Почти слово в слово. И не прогадали, что самое страшное. Но мы будем верить в хорошее. Верить от имени Кости. От имени Кости, да. Но все это только что померкло в моих глазах, потому что вижу я печальные известия. Radical Entertainment бесстыдно отложили релиз компьютерной версии Prototype 2 на конец июля, в то время как обладатели консолей получат игру в назначенный ранее срок, 24 апреля. От мазы нам скармливают рядовые, типа хотим, мол, версию для персоналок отполировать и выпустить первоклассный продукт. Но мы-то с вами знаем. Ладно, хоть не отменили пока. Вот что пиратство с разработчиками делает. Но давай-ка не будем о грустном. Вот, к примеру, как стало известно пару дней назад, вторая часть полюбившихся многим психонавтов все-таки состоится. Непосвященным очень трудно объяснить, что это вообще за зверь такой. Даже пару броских эпитетов без оговорок подобрать тяжко. Но от такой необходимости, к счастью, спасает видеоряд. Как это ни печально, в 2005-м громкого релиза не получилось. Да и сам проект из категории на любителя, поэтому о каких-то значимых прибылях говорить не приходится. Равно как не приходилось говорить и о продолжении. Ответственный за эту и многие другие креативные концепции, Тим Шефер долго грустил по этому поводу. И не упускал шансы напомнить, где надо, да и где не надо, тоже, что очень хотел бы взяться за сиквел. Вот только денег на его нема. Спасение пришло внезапно и с самой неожиданной стороны. Маркус Персон, более известный в миру как Ночь, отец основателя империи Майнкрафт, предложил Тиму вместе заняться психонавтами 2 и профинансировать разработку. Символично, что пересеклись знатные разработчики через Твиттер, где и состоялась первая фаза переговоров. Полезная штука эти микроблоги. И микро, и макро. Блоги всякие нужны, блоги всякие важны. Так что заглядывайте в наши, там порой можно найти интересные ссылки. К примеру, недавно был отличный пост с подборкой качественных и полезных тестов. Аудитория оценила. А на этой ноте мы, пожалуй, закруглимся с новостями и отправимся в следующую рубрику. Нынче в Blitz Review к нам попала одна очень жирная штучка. Не в смысле толстая, а в смысле маслянистая. Маслянистая штучка. Да, и не в смысле девушка, а в смысле игра. Oil Rush она зовется. Выпустили ее томичи, ответственные за создание движка Unigine. На нем в свое время был знатный бенчмарк Unigine Heaven, в котором весьма недурственно демонстрировались чудеса тесселяции. Чудеса тесселяции. Чувак, зачем это говорить? Никто один хрен не знает, что это такое вообще. Ну то, что ты не знаешь, не значит, что не знают все. В общем, бенчмаркам одним не обошлось. Разработчики решили попробовать себя в сотворении игр. Первое, что бросается в глаза после запуска этого их дебютного проекта, схожесть с водным миром. Кино такое весьма и весьма неплохое. С весьма и весьма неплохим Кевином Костнером. Думаю, про него знает больше народу, чем про тесселяцию. По концепции, Oil Rush напоминает помесь стратегии обыкновенной и шахмат. Да, именно этой древней игры. Дело тут вот в чем. Юниты умеют передвигаться лишь от одной постройки к другой, доступной на карте. С одной стороны, это благо. Не надо вычерчивать сложные маршруты и запариваться с раздачей приказов. Ткнул на одну платформу, чтобы выделить нужное количество войск. Потом ткнул на вторую, чтобы отправить мини-армию в поход. А со всем остальным они сами разберутся. И врагов по возможности изничтожат и точку захватят. Но с другой стороны, это очень сильно бьет по тактической составляющей игрового процесса. А иногда доходит до полнейшей глупости. Типичный пример. Если между двумя платформами расположить небольшое поле мин, то ни один корабль даже не подумает его избежать. Даже если места будет предостаточно. Вообще, процесс по сути сводится к тому, чтобы как можно быстрее подавить противника. Побеждает не тот, кто умнее и хитрее. А скорее тот, кто быстрее раздает приказы. Редкая мультиплеерная партия длится здесь более 15-20 минут. В общем, как бы шляпа в этом отношении. Да и сюжет далеко не радует какими-то откровениями. Есть мир, затопленный водой, и есть большое количество разного рода банд, охотящихся за нефтью. По сути, это длинный такой туториал, рассказывающий во всех тонкостях и деталях о том, как, кого, куда и чем командовать. История, разворачивающаяся на фоне этого ознакомления, былинна и предсказуема едва ли не с самого начала. Есть командор, желающий всю нефть, а мы служим под его началом и эту нефть ему поставляем. Но при этом разработчики все же не поленились разнообразить задачи при прохождении кампании. Придется и от погони поудирать, и в Tower Defense поиграть, и удерживать точки на время, и еще много всего разного. В общем, особо скучать не заставит. К тому же, постоянно добавляется что-то новое. То самолеты, то вертолеты, то плавающие танки, то умения какие-нибудь хитрые. Но осталось разве что графическую составляющую упомянуть. И с ней художники и дизайнеры справились превосходно. Картинка яркая, сочная, а уж какая вода получилась, загляденье. К тому же, в угоду пущей кинематографичности, в любой момент игры можно нажать на клавишу F, и камера выберет красивый ракурс и покажет что-нибудь интересное. Не всегда адекватно, правда, но это уже лучше, чем все время наблюдать за разборками лодок с небес. Хотя кому-то это может напомнить вид из иллюминатора самолета на Южно-Китайское море при подлете к Гонконгскому аэропорту. А таких наверняка до хера. Ну а если попытаться ужать все вышесказанное до одного предложение, то получится, что томские энтузиасты замутили своеобразный и очень нестыдный образец стратегии боевика. Не без косяков, конечно, но для дебюта очень неплохо. Даешь в скором будущем томские блокбастеры мирового уровня. Вперед, чуваки-сибиряки, и все дела. И как это не прискорбно, в рубрике Blitz Review на этом все. Я бы с удовольствием рассказал про ремейк Jugged Alliance Back in Action, но тупо еще не успел поиграть. Улетал тут в командировочку, знаете? Думаю, что слышали они про это, да. Короче, че в воду вступит, а вот, двигаемся дальше. На столе интересностей у нас сегодня накрыто чуть богаче обычного. Первое, второе и третье. Все как полагается. Прям как в старые добрые времена. И начнем мы, пожалуй, с необычного гостя. Когда-то во времена закадров мы ведь старались не упускать из виду дневники разработчиков, но в последнее время оставляем их без внимания. Однако сегодня случай особый. Этот сюжет повествует о независимой разработке. История стара как мир. Авторы, мол, вообразили игру своей мечты и принялись созидать. Только в отличие от обычного развития событий, эти товарищи не рассыпались обещаниями, а молча работали, чтобы на данном этапе уже кое-что нам продемонстрировать. Мы маленькая независимая группа разработчиков, которая неустанно трудится над созданием игры нашей мечты под названием «Межзвездный десант». В Zero Point Software мы все делаем немножко по-другому, а потому выпустили ролик, чтобы объяснить, что к чему. Чем же «Межзвездный десант» так сильно отличается от других великих шутеров планеты? И почему нам так важна ваша вера в игру, которая еще даже не готова? Но давайте по порядку. Поскольку мы независимый разработчик, то нас не финансирует огромный межнациональный издатель. Есть лишь вы, мы и наша твердая уверенность в том, что хорошая игра может продаваться, а поддержка фанатов равна ценности продукта. Мы разрабатываем «Межзвездный десант» с широко раскрытыми дверьми и приглашаем всех попробовать сыграть в кусочки нашей игры. Если наш проект привлек ваше внимание, то вы можете поддержать разработку, сделав предзаказ. При продолжении разработки игра станет больше, дороже и интереснее, что позволит нам привлечь еще больше людей и поверить в то, что нет ничего невозможного. «Межзвездный десант» — это нечто большее, чем просто научно-фантастическая игра. Сбегите из этого мира в будущее и станьте элитным солдатом спецназа в мире, где человечество заселило большую часть Солнечной системы, а жизнь в космосе стала рутиной. Смотрите глазами своего персонажа и окунитесь в игру, от которой мурашки бегут по коже. Соберите сильнейшую команду из четырех человек в кооперативном режиме. Доверьтесь своим инстинктам в обширном, изменяющемся окружении, полным вариантам. Развивайте своего персонажа и его мастерство боя, чтобы высвободить полный потенциал вашего солдата. Экспериментируйте с тактикой, с огромным арсеналом высокотехнологичного оружия и оборудования. Погрузитесь в увлекательное и непредсказуемое повествование, которое затянет вас, как трясина, и расскажет о наиболее правдоподобном первом контакте человечества с другой разумной расой. Разработка «Межзвездного десанта» продолжается, и уже сейчас доступны три небольших превью билда, в которые можно поиграть на нашем сайте. Первый называется «Подвал». По сути, это прикольный музей, где можно познакомиться с основными персонажами «Межзвездного десанта». Второй называется «Мишень». Здесь можно детально ознакомиться с поведением оружия в динамическом хире на борту военного космического корабля. Последним выпустили «Бегущего человека», где вам достанется роль кандидата в ряды спецназа. Здесь вы можете испытать себя в бою от первого лица против агрессивных боевых дронов, чтобы, возможно, удостоиться места в рядах «Межзвездного десанта». Следующее превью находится в разработке и называется «Тупик». Это ни на что не похожая напряженная тактическая сетевая игра. Вы поверите в слоган игры «Межзвездный десант». Именно он заставляет нас выполнить свое амбициозное обещание создать игру, в которой вы перестанете различать, где кончилась реальность и началась игра. Не сказал бы, что зрелище выносит мозг, но для независимой студии достижение весьма приличное. Остается только пожелать ребятам удачи и щедрого издателя. Ну а далее у нас по плану премьерный трейлер одиночной кампании Ghost Recon Future Soldier. На огороженной территории серьезная охрана. Что там у нас? Замечен запуск. Для победы в сражении нужно делать не то, что правильно. Нужно делать то, что необходимо. «Хантер, это Оверлорд. Получаю разведданные о цели. Зачистить территорию и достать посылку. Есть угроза ядерного удара». «Хантер, мы на месте. Выносим душу». «Одна пуля, два трупа». «Все чисто, можем идти». «Камуфляж активирован». «Нас не видно». «Отметил четыре цели. Готовность, огонь». «Цель уничтожена». «Магнитная разведка». «Внутри четыре врага». «Идем на пролон». «Нейтрализовать». «Кросском работает». «Дрон выпущен, пока не обнаружен». «Убрать все цели». «Если надо убийство, тихо». «Когда враг превосходит число». «Насада, ложись!» «В твоем распоряжении самое передовое оружие». «Сражаться честно». «Сенсор установлен». «Просто не вариант». «В расположении врага двор прям». «Это бомба. Отступаем». «Пошли, пошли, 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 пошли!» «Мне вот после всего этого невольно думается не о сингле, а о мультиплеерной составляющей, где вооруженные цитатами из трейлера читеры будут троллить добропорядочных граждан. «Весьма ведь недвусмысленно тут намекают на праведные методы ведения боевых действий». «Ну и воздастся им рано или поздно. Да и героям сингла тоже возможно». «Ладно, ближе к делу видней будет. А пока вашему вниманию десерт. Релизный трейлер The Darkness 2». «Я не просил о тьме. Она выбрала меня. Наделила меня своей силой. Но у нее, как и у всего остального, была своя цена». «Джеки, это не твоя вина». «Теперь она подчиняется мне». «А Rei!» Мы пришли за тьмой, Джеки. Отдай ее нам! Отдать. Забирайте. Достойный кандидат в ночной стрим, надо заметить. А то и на полное прохождение в прямом эфире. Да и вообще на предмет поиграть, че уж ты мелочишься. Да, пожалуй. На этом с интересностями у нас сегодня все, друзья. Прямо по курсу Модный Вестник. А в Модном Вестнике у нас снова Майнкрафт. Так что фанаты, подбрасывайте в воздух свои кубические чепчики. Смотрим мы сегодня стремительно набирающую популярность модификацию Майнфо Дэд. Как становится вполне очевидно из названия, это попытка поставить кооперативный шедевр от Valve на квадратные колеса Майнкрафта. И раз уж мы об этом рассказываем, то надо думать, попытка не кислая. Кисло-сладкая такая, прикольная. Удачная попытка, если говорить с нормальным языком. Как бы это ни было, Майнфо Дэд не первый опыт по внедрению чего-то стороннего в Майнкрафт. Взять хотя бы драконов в эндермире, которые появились одновременно со Скайримом. Или многочисленные попытки создать местное подобие портального оружия. Позже, кстати, даже выпускались разнообразные карты на эту тему. Так что сегодняшний гость – закономерное развитие такого рода идей. Не удивлюсь, если в ближайшем будущем состоится анонс Майн Дефт Авто или Гран Дефт Майн какого-нибудь, в котором будет всё то же самое, что и в первых частях ГТА, только в кубе. Ммм, это уже было, Макс. Правда, только в формате трейлера. Дебютный видеоролик пятой части великого автоугонщика уже переделывали под Майн. Чё-то я как-то пропустил. Но в любом случае, сейчас мы разговор ведём про Майн Фор Дэд. Собственно, главное и самое весомое, ради чего стоит поиграть в кооперативное спасение от зомби – это появившаяся свобода. Теперь выжившие бегут не просто по определённому заранее пути, а сами выбирают, где куда свернуть и куда пойти. В остальном же это очень квадратный и милый сердцу Left 4 Dead. Со знакомыми героями, родными уху звуками, перерисованным оружием и узнаваемыми декорациями. Был построен целый город. Даже боссов перерисовали и научили вести себя как подобает. Грустно только одно – сам процесс пока что выглядит не так уж и убедительно. Всё-таки картонные зомби – это слишком далеко от предела мечтаний. Да и сделано это всё преимущественно для тех, кто угорает по кубикам на экране. Для простых смертных это всё-таки может стать слишком большим шоком. Хотя, в принципе, странно было бы, если оказалось по-другому. Короче, чё особо разглагольствовать. Фанаты Майнкрафта попробуют сию поделку в любом случае. Остальным, я думаю, срать. Главное мы рассказали. Прыгаем в секретные материалы. Внимательные следопыты в лице наших зрителей сегодня принесли в своих цепких зубах следующие многочисленные пасхальные яйца, отсылки и просто интересные мелочи. Первым докладывает Сергей Рыбин, обнаруживший даже в тяжёлом киберпанковом будущем игры I, Divine Cybermancy, следы радости, счастья и лучей надежды в лице типичного макдональдского наборчика еды. Да, крепко он пустил корни, видать. Но раз уж его даже в тамошних условиях всё ещё не закрыли. Ну, может, в подполье ушёл. Подпольная империя чизбургеров. Я, кстати, захавал Биг Мак в Гонконге, и он оказался абсолютно таким же, как и российский. Говно говном. Ну, а как же? Чё-нибудь ещё попробовал из классической азиатской кухни? Не знаю, насколько уж это по классике, но довелось выпить змеиной кровушки, вроде с рисовой водкой. Но об этом будет в подробностях всё в том же отдельном видеоматериале. Пьяные репортажи только на StopGame.ru. Команда профессионалов. Как считают некоторые. Ну, ладно. А второй доклад пришёл от Шишкова Сергея, обнаружившего в относительно недавнем рейч Очень относительно. комнатку со скромной обстановкой, где из разбросанного повсюду мусора случайным образом складываются буквы ID, тонко намекая на разработчиков. Всегда удивлялся, как они это делают. Кто? Ну, дизайнеры или художники, или кто там. Вот с одной стороны чётко и ясно, ID видно. А чуть ракурс поменяй, и всё. Просто куча хлама. Знаешь, типа вроде объёмных рисунков на асфальте. Видал такие. Третья радостная весть пришла от Комаровского Сергея. Он в игре Saints Row 2 смог найти модель лохнессского чудовища, собранную из корпусов автомобилей. Ну, на самом деле это больше похоже на типичного китайского дракона в окружении металлических пауков, чем на Несси. Это почему ещё? Ну, Несси вроде бы скорее водная рептилия, а не какая-то там змея. Глянь, какая длинная! Как бы то ни было, скульптурная композиция из металлолома однозначно удалась. Даже если это не лохнесское чудовище, выглядит штука устрашающе. Главное, чтобы стояло крепко, а то упадёт ещё. Да, всегда хорошо, когда крепко стоит. И долго. Ну ладно, идём дальше. Следующим докладывает Артём Бесфамильный, который всё никак не может вырвать себя из цепки хлап Скайрима. Обнаружил он неподалёку от Шахт Данстера невидимый сундук. И, судя по его содержимому, очень большой и вместительный. Бак это или задумка сказать с полной уверенностью нельзя. Обычно в такие секретные места кладут что-нибудь вкусненькое, а тут ничего выдающегося, кроме самого сундука. Вот бы было круто, если бы им как шапкой-невидимкой можно было пользоваться. Трудом себе представляю это зрелище. А последним докладывать будет Антон... Логвиненко. Нет, не оскорбляй, человек. Остапенко, решивший рассказать всем про парочку секретов в самом начале игры Магика. Он даже подробную видеоинструкцию составил. Первый интересный предмет — посох белого мага. Властелина колец все смотрели? Вот оттуда и есть вещица. Разгонять всех светом? Или просто белая палка-выручалка? Я думаю, позволяет выставить её вперёд и с грозным лицом крикнуть «Ты не пройдёшь!» Второй секретный предмет — это необычная интерпретация меча короля Артура, который в камне. Опять. Но так как ни один из магов не является королём Артуром, то придётся взять и меч, и камень. Это, кстати, одно из самых сильных орудий ближнего боя поначалу. Мелких гоблинов раскидывает только так. А на этом доклады на сегодня закончились. Напоминаем о том, что пасхалки лучше присылать в видеоформате и с понятным описанием, чтобы у Фена не возникало вопросов, а на что я такое вообще смотрю. Да, а то он у нас парень далёкий и только в географическом плане. Вялотекущий конкурс постеров столь вялотекущ, что мы в очередной раз отложим его итоги предположительно до никогда. Но в случае чего обязательно нарушим авторские права всех участников и удачные работы где-нибудь вероломно используем. Зато несколько лучше у нас теперь обстоят дела с вопросами, так что самое время развернуть демагогию. Вот у дружи интервигилума тут аж философский вопрос назрел. Пишет он нам следующее. Не знаю, может у меня одного так, но будучи четырёхсемилетним мальцом, я без особых напрягов проходил ещё на Денде хардкорные игры. Типа Крайзи Спорс и Черепашек Ниндзя. А теперь прошли годы и в такие хардкорные игры играть чересчур адово сложно. Играю на эмулях. На эмулях. Играю на эмулях. Эмулях. А уж без сейвов пройти игру от корки до корки за вечер, как тогда, вообще почти нереально. Поспрашивал у знакомых, говорят, тоже такое замечали, в общем-то. Вот интересно, это подавляющее влияние к узуаливанию игр на подсознание, аки организм просто не адаптируется к такому хардкору, как в давние времена. Или может быть это с возрастом содержание хардкорности в крови падает? А вы как думаете? Влияние не учитывать, конечно, нельзя. Тут дело даже не в его пагубности, а просто в тенденциях. Вот народ из деревень в юности ведрами с колодцев таскает воду, а в городе с водопроводом годик поживут и уже лень до боли в спине. Отвыкнуть от сложного довольно просто. Согласен. Добавлю лишь то, что порой все же приятно таки самому дойти до колодца с водой. Ну типа почувствовать, что ты реально что-то можешь. Между тем монтировка вот и интересуется, какие машины мы, возможно, будут переведены в ближайшее время. Возможно, все. Логично. Мне вот больше нравится вопрос от некоего ГАЗ-20. Почему разработчики игр не могут вставлять русский язык? Вставлять, что характерно, с заглавной буквы. Но знака вопроса нет. Куда вставлять-то? Это уже на совести автора вопроса. Куда он там обычно русский язык вставляет? Он-то никуда. Даже в свой вопрос он его не вставил явно. Но разработчики очень даже могут. Когда хотят. В очередной раз копилку вопросов пополняет Микролапс. Как обычно, у него целая обойма тем к обсуждению. Пишет он следующее. Присылают ли вам разработчики игр, альфа, бета и так далее версии своих творений за энное количество дней до поступления их в магазины для начала продаж? Ну, для написания вами отзывов и так далее, как это обычно бывает у других проектах, посвященных игровой журналистике, примечания игромани. Ну или объясните, как вообще такие вещи происходят. Сами разработчики предлагают или журналы просят, насколько сильно такие версии игр отличаются от тех, что поступают в продажу и так далее. Дело не хитрое на самом деле, но почему-то очень многих интересует и даже покоя не дает в каком-то смысле. Разумеется, все зависит от ситуации, но присылает игры все-таки издатель, а не разработчик обычно. И вот от издателя и взаимоотношений с ним зависит, что и когда пришлют или не пришлют. Углубляться в эти механизмы не хочется, тем более, что там свои хитрости и трудности порой. Но в целом все довольно просто. Издателю нужна рецензия, а журналисту игра. А вот то, что издателю нужна хорошая рецензия, другой вопрос. Ага. Особенно учитывая, что журналисту тоже нужна хорошая игра. Ну, вы поняли. А что до отличий, то здесь все напрямую зависит от типа самой версии. Для превью шлют разные предварительные сборки, которые могут отличаться заметно. Ну а для обзора высылают уже обычно точно такую же версию, что и вам отгружают в магазины и стены. Второй вопрос от Микролапса уже о личных предпочтениях. На что, мол, в первую очередь каждый из вас обращает внимание в заинтересовавшей игре? Сюжет, графика и так далее по списку. За себя скажу. Мне важнее история, ее подача и все сопутствующее вплоть до саундтрека. Именно поэтому я, к примеру, не жалую Battlefield 3 и прочие мультиплеерные забавы. И даже Skyrim отношу не к самым удачным образцам подачи по той простой причине, что диалоги в виде простых тем, без кинематографичных обсуждений и вовлечения героев в сцену считаю глупейшей идеей в истории RPG. Да, история для меня стоит всегда на первом плане, но ты вот ведь регулярно гоняешь во FlatOut. А там я бы не сказал, что особо стильный сюжет. Так что че уж упираться в один конкретный элемент. Разные игры должны по-разному цеплять. Единственное, что я никогда не понимал, так это когда народ подрачивает на игру только за ее хорошую графику. Ну вы поняли. Ну и последний, пожалуй, вопрос от Зарира. Вы так и будете динамить вопрос про Modern? Буду краток. Да. И на этой печальной ноте настало время закругляться и прощаться с вами на две недели. Стоит разве что ответить еще на один вопрос, который у всех и без того на устах. Видео итоги года либо уже на сайте, когда вы это смотрите, либо близки к этому как никогда. А у нас на этом все. С вами были Максим Кулаков и Глеб Мещеряков. До встречи через две недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова